Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Андрей Арямнов. Я чемпион и рекордсмен Олимпийских игр по тяжелой атлетике 2008 года. И мне прислали интересные вопросы, я решил ответить на эти вопросы. А именно мне прислал вопросы Стивен Пауэлл, это гражданин Соединенных Штатов Америки. Вопросы оказались интересными. Мало кто задает интересные вопросы от того, мало кому я отвечаю от того. Вы получаете интересные ответы. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Ну и первый вопрос, он звучит так. В Пекине вы легко выиграли соревнования Олимпийские игры. И сколько бы вы могли максимум поднять на этих соревнованиях? Ну я отвечу так, потому что этого не произошло. Но в принципе я могу предположить, насколько я был готов. Это примерно, это не точно, это примерно, это где-то 204-205 килограммов в рывке. Потому что рвал я с запасом. Это на самом деле абсолютно точно. Ну и в толчке на самом деле у меня был еще больше запас. В принципе около 243. Ну 240 точно я могу потолкать, это 100%. Потому что я был готов тогда очень много поднимать. Потому что на тренировке я до этого поднимал в толчке. 235 я толкал раз на грудь, два с груди. И два на грудь, раз с груди толкал. Это все за одну тренировку. Короче, пределы в 245 я точно мог бы порвать. Короче, мой ответ это примерно 205-245 максимум, что я мог бы сделать. И то это не точно, я предполагаю. Потому что соревнования это очень высокого уровня. Могла себе штанга в любой момент повести себя непредсказуемо. И получается результат мог бы быть разным. Но слава богу, что я поднял 200-236. Этого мне достаточно хватило выиграть. И я выиграл с рекордами. Короче, я рад и этому результату, который у меня есть. Так что это только предположение. Вот и все. Ну и второй вопрос звучит таким образом. Когда вы начали заниматься штангой и на чем концентрировали свое внимание, ну, внимание тренировок, скорее всего. Или это были разнообразные упражнения, или особенные какие-то упражнения. Я не знаю, как на него ответить. Ну, постараюсь. Вопрос не очень точный, но я постараюсь ответить, как я понимаю его. Я начал заниматься в 10 лет тяжелоатлетикой. Я пришел к тренеру, имя его, фамилия Борздаков, Владимир Витальевич. И мне было 10 лет. Привел меня Виктор Гродо. Но это, об этом знают многие. Ну, а по поводу упражнений. На самом деле, у нас в Беларуси, или на постсоветском пространстве, начинают тренировать детей с того, что их растягивают и ставят им технику. Вначале это было абсолютно такой детский взгляд на этот вид спорта. Мне нравилось стягать железки. И мне нравилось проявлять как-то свою силу. Оттого, вначале я занимался физухой, растягивался и изучал рывок и толчок. В принципе, ничего такого сверхъестественного не было. Просто это была растяжка. Растяжка именно седа. Я пытался сесть со штангой в низкий сед, чтобы ноги стояли на полной ступне. Чтобы руки заводились за голову. Чтобы у меня была ровненькая спина вставленная, прогнутая. Вот. Никаких таких сверхъестественных упражнений я не делал. Просто растяжка и увеличение физической силы. Это жимы. Рывковое, толчковое. Это получается широким хватом из-за головы. И толчковым хватом с груди. Это наклоны разнообразные. Это приседания на козле, в руках. Это приседания на груди, приседания на плечах. Это рывок, толчок. В принципе, вот этот основной набор упражнений. Просто физическая сила, растяжка и изучение техники. Так что, вот так вот. Ну и третий вопрос звучит так. Вы делаете упражнение на растяжку или на подвижность? Я отвечу на него таким образом. Я постоянно рассказываю о том, что в принципе в тяжелой атлетике ситуация, на мой взгляд, состоит так. Один раз в жизни ты растягиваешься и ставишь себе технику, и потом все остальное время занимаешься набором силы и никак не работаешь над техникой и над растяжкой. Потому что, если ты правильно растянут и у тебя правильная техника, то ты автоматически растягиваешься под теми весами, под которыми ты тренируешься. Вот если, например, у меня растянут я, мне уже растягиваться некуда. Зачем мне растягиваться лишнее? Ну, можно просто делать какие-то гимнастические растяжки для того, чтобы лучше было качество мышцы, растянутость и чтобы, можно сказать, мышцы не становились грубыми и жесткими. Это... Ну, я вообще... Растяжку, короче, я не делаю. Растягиваю себя только под штангой. И если я делаю какую-то растяжку, это достаточно редко, потому что я нормально растягиваю, и это просто так для себя какая-то обычная растяжка. Там чуть-чуть спину потянул, колени растянул, лежа на коленях или сидя на ягодицах и тянешь в сторону пальцев ног, получается, руки. Это такая растяжка обычно стандартная, можно сказать, перетренировочная. Так что растяжку специальную я не делаю. Я один раз ее поставил, что растяжку, что технику. Один раз она делается, потом я занимаюсь все время, получается, набором силы. Растяжку я, как таковую, постоянно не делаю. После вашей победы в Пекине вы участвовали в нескольких соревнованиях. Почему вы не участвовали в большем количестве соревнований? И почему, короче, я не участвовал часто в соревнованиях? Ну, я могу ответить таким образом. Я готовился на все соревнования. Это основные старты международные. Это чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Я готовился на них, но после того триумфа на Олимпийских играх, где я установил рекорды, мне уже стало неинтересно просто приезжать и побеждать. Как бы мне никогда не было интересно приезжать и побеждать соревнования. Мне было всегда интересно, судя по тому, даже как я выиграл Олимпийские игрики, я представлял себя в тяжелой атлетике неким рекордсменом, таким, кто установит рекорды недосягаемые. Получается, чтобы... Я хотел, короче, установить те рекорды, которые никогда бы в жизни никто не побил. Но тем самым я, получается, такое тупиковое достаточно решение. Тем самым я гнался за этими рекордами и, получается, достиг своего... Получается, предел человеческих возможностей. То есть не человечество, а именно меня как человека, как индивидуума одного. Получается, я достиг его и получилось так, что предел человеческих возможностей – это, получается, травма. У меня развились мышцы до такой степени, что тот вес, который я начал поднимать, он начал меня потихонечку изнутри рвать. У меня начались рваться мышцы потихонечку, по маленькому, получается, по волосиночке, по чуть-чуть. Началось рваться у меня, получается, левое бедро. Сначала одна травма, потом потихонечку все больше и больше, короче. Я понял, что предел человеческих возможностей – это инвалидность. Так что примерно так я могу ответить. Оттого я не смог выступать часто на соревнованиях. Я постоянно занимался тем, что лечил себя. И думал все-таки, как преодолеть и донести серьезный результат до соревнований. Я помню, в 2009 году поехал на чемпионат мира. Я же был там, приезжал как спортсмен, участник в 2009 году. И прямо на разминке я 180 килограммов рвал. И у меня порвалось… Не порвалось окончательно. Она дорвалась, опять же, левое бедро. И, можно сказать, с 2009 года в погоне за рекордами я стал потихонечку себя портить всякими микротравмами, микронадрывами. Вот. Так вот я отвечу на этот вопрос. Хотел я, короче, выступать. Приезжал, травмировался или не доезжал. Старался подвестись к большим килограммам. В итоге рвались мышцы и оставался дома. Ну, потом вы все знаете, что было. Четвертый… Нет, уже пятый вопрос звучит таким образом. Почему вы решили участвовать в Олимпиаде 2020 года? Интересный вопрос. Ну, как бы на данный момент я могу сказать, что… Да, я решил попробовать готовиться на Олимпийские игры 2020 года. Потому что, чтобы выступить на Олимпиаде 2020 года, нужно еще выступить перед Олимпиадой минимум на двух международных стартах, чтобы я получил, можно сказать, или лицензию, или возможность выступать на Олимпийских играх. На Олимпийские игры просто так не берут каждого. Даже если ты Олимпийский чемпион являешься, нужно пройти некий отбор, чтобы я мог заявиться туда и участвовать на Олимпийские игры. Пока на данный момент я не выступал еще ни на одном международном старте. Так что, вот так вот. Но, в принципе, я планирую выступать на Олимпиаде, если Бог даст. Примерно так хочу ответить на этот вопрос. Бог даст – выступлю. Бог не даст – я рад и одной Олимпийской медали. Зато какой. Шестой вопрос очень интересный. И он звучит так. Ваши тренировки, методика, система тренировок изменилась спустя столько лет. Чем она отличается сейчас? И вы ориентируетесь на ваш возраст, состояние на данный момент. Ну, я хочу сказать, примерно ответить так на этот вопрос. На самом деле, в основном, моя методика уже давно не меняется. В моей методике уже включены те моменты, которые и называются изменением тела. Вот у меня в каждый период тренировочного процесса или в каждый период подготовки разное тело. Сначала оно слабое, потом оно сильное, но зажатое. Ну, разнообразное состояние моего тела. И в этой методике уже как бы есть, как бы вписано большими буквами мое состояние. Я все время работаю над состоянием своего тела. И да, я отвечу так, что я постоянно подстраиваю под себя, под свое тело методику своих тренировок. Постоянно. Это даже включает в себя загруженность рук. Если у меня загружены руки, я подставляю методику, систему своих тренировок, чтобы разгрузить руки, загрузить ноги и спину. Когда у меня загружена спина, я разгружаю спину, загружаю руки и ноги. Когда у меня загружены ноги, тогда я подставляю, отдыхают ноги, загружаю спина и руки. Или работаю над техникой, или вообще полностью разгрузка, релакс, баня получается и все восстановительные мероприятия. Так что система в основном не меняется, но у меня настолько получается изгибистая система подготовки, я все время под себя подстраиваю штангу. Это когда я себя плохо чувствую. Или штанга, ну получается наоборот. Если получается я себя хорошо чувствую, я подстраиваю под себя штангу. Если я себя плохо чувствую, штанга подстраивает меня под себя. Так что у нас получится полное взаимопонимание со штангой. Если я сильный, она говорит, Андрей, аккуратно, я тебя могу поломать. Я говорю, я понял, я работаю аккуратно. А когда я сильный, я говорю, так, ну штанги именно. Я говорю, так, я сегодня сильный, будешь выпендриваться, будешь плохо себя вести, я тебя завяжу в узел. Ну, примерно, как-то так происходит, но это не буквально сказано, но, короче, диалог у меня постоянно идет со штангой, у меня постоянно диалог идет со своим телом. Я постоянно думаю, рассуждаю, постраиваю под себя или штангу, или методику, так что примерно как-то так. Ну и седьмой вопрос, он очень интересный, реально интересный. Я думал, что это слухи, что думают про меня и про моих тренеров. Короче, зачитываю вопрос. Интересно. У вас есть ли личный тренер? Первый вопрос. Ну, это несколько вопросов с одним и тем же смыслом. Где он сейчас, мой личный тренер? Тренирует ли спортсменов он в Узбекистане, мой личный тренер? Тренер ли он в Узбекистане? И был ли он тренером Андрея Рыбакова, мой личный тренер? Ну, я отвечу таким образом. Ну, я всегда, я говорю правду, мне бессмысленно врать, потому что я человек абсолютно независимый. И на самом деле тренера на данный момент у меня нет, личного тренера, потому что я, в принципе, получил достаточно знаний, чтобы тренироваться без тренера. Но, как бы, спортсмену всегда нужна поддержка. Конечно, тренер, он нужен, человек, который должен быть рядом, который должен следить за статистикой подъемов, чтобы где-то... Потому что, когда ты сам постоянно работаешь, ты устаешь думать об одном и том же. Тем более, тяжелая атлетика достаточно монотонный вид спорта. Вот, иногда можно просто запариться, ну, или как это называется, устать, думать постоянно, быть в реальном положении дел. И можно совершать какие-то тренировочные ошибки. И, ну, короче, можно перестать думать трезво и начинать делать ошибки, которые приводят в какой-то тупик. И может результат стать на одном месте, и получается, и от этого пропадают желание и интерес. Так что человек должен быть рядом. Рядом должен быть психолог, должен быть врач, который должен контролировать чисто медицинские какие-то моменты. И с медицинской точки зрения смотреть на самочувствие и вовремя или останавливать спортсмена, или предупреждать, или как-то фармакологически правильно выходить из кризисной такой ситуации, чтобы чем быстрее преодолеешь кризис, тем быстрее начнется рост. Чем дольше кризис проходит, когда вот в спортивной фармакологии это называется яма, когда или ты все время на пике, или у тебя яма, с которой врач и психолог должен помочь выбраться. Но в принципе психолог мне нужен, но я уже на таком уровне спортсмен, что мне очень подобрать сложно психолога, потому что я сам психолог очень высокого уровня. И те психологи, которые со мной работали, они были не то что неквалифицированы, они были недостаточно опытные именно в том плане, в котором мне было нужно. И как бы здесь можно сказать, я был им психологом, потому что с тем опытом, который я прожил, тот опыт, который я получил, я многих людей вижу насквозь, и мне очень сложно промыть мозги. Ну и был ли мой тренер, тренером или тренировал ли мой тренер спортсменов с Узбекистана, это абсолютно не так. Мой тренер все время, моего тренера ведущего, когда я выступал на международных стартах, его звали Михаил Николаевич Солодарь, фамилия Солодарь. Вот, это тренер Минской области, он до сих пор работает у нас здесь, в Беларуси, он отвечает, он главный тренер Минской области, он до сих пор в сборной, у него до сих пор есть ученики. Вот, так что это абсолютно не так, с Узбекистаном мой тренер никогда не был связан. И являлся ли мой тренер и тренером Андрея Рыбакова, это тоже неверно, потому что у тренера, тренер у Андрея Рыбакова был всегда главный тренер нашей сборной, с которым у меня были конфликты, это Гончаров, вот, его фамилия Гончаров, это главный тренер, получается, главная сборная на тот момент, когда я был в сборной. Сейчас уже другой абсолютно тренер, так что проблема решена. Ну, это уже другой вопрос, мое отношение с ним и все остальное, там у нас много было всего в жизни, вот. Так что моего тренера звали Михаил Николаевич Солодарь, а Рыбакова тренера называли Александр Васильевич Гончаров. Так что это два самых разных человека, и они, что один, что второй, никакого отношения не имели к Узбекистану. Восьмой вопрос звучит таким образом. Когда будет ваш следующий международный старт? Я не знаю, я достаточно суеверный и верующий человек, я отвечу двумя вариантами. Первый вариант, это как даст Бог. И второй вариант, я буду стараться готовиться на международный старт, это судя по тому, что нашу команду Беларуси дисквалифицировали на год, то это значит, следующий международный старт, скорее всего, будет в конце следующего года. Но если я поменяю сборную, если я буду выступать за другую страну, может быть, этот старт будет намного раньше, потому что у меня нету поддержки в нашей стране, оттого у меня есть мысли, может быть, поменять флаг, под которым выступать, потому что несерьезное отношение наших спортивных деятелей, несерьезное отношение ко мне. Ну, я хотел бы, конечно, выступать за Беларусь, потому что я патриот своей родины, но одним патриотизмом семью не накормишь. Так что, пока я в Беларуси, пока я Беларусь, пока я люблю Беларусь, я всегда буду любить Беларусь, но надо кормить семью. А там будет видно дальше. Но в течение года я, скорее всего, в течение вот следующего года, который будет, я должен выступить на международном старте, потому что мне нужно, чтобы попасть на Олимпиаду, выступить два раза. Вот. И уже надо бы выступить в следующем году обязательно, потому что тогда будет очень сложно попасть на Олимпийские игры. Вот как-то так. Пришло время ответить на девятый вопрос, и он звучит таким образом. Какой ваш лучший результат в рывке и в толчке на данный момент? Сегодня 7.11.2017. И я отвечу так. В принципе, я еще не проходился, как говорится, не делал проходки в рывке и в толчке, не выступал на соревнованиях. У меня в конце месяца, скорее всего, это будет 23 число, в конце ноября будут соревнования, и я буду выступать на них, и как раз я узнаю точно свой результат. Но предварительно, предполагая, я могу сказать так, что я буду планировать результат примерно в рывке 180 от 177 до 183 в пределах таких килограмм в рывке. И в толчке, я думаю, в пределах 210, 208, 214 килограмм. Короче, в рывке 177, 283. И в толчке от 210 до 205. Так что, где-то так, я не знаю. Но я думаю, что 180-210 я хочу поднять. Ну и 10-й вопрос звучит таким образом. Более строгие правила допинга. Будут ли более честным борьба на соревнованиях? Или для вас не имеет никакого значения? Я хочу ответить так. В принципе, правила допинга – это очень важное правило, которое не стоит нарушать. Но я считаю, мое личное мнение, и оно не связано ни с чем, я никого не обвиняю, ничего не делаю, но у меня есть одно большое «но». Я считаю, что антидопинговые правила дошли до абсурда, потому что тяжелоатлетика – это очень тяжелый, серьезный вид спорта, реально, от которого можно от перенагрузки умереть. И, исходя с этого, я считаю, мое мнение таково, что допинг – это плохо, особенно тот допинг, который изменяет полностью тело безвозвратно. Это касается таких, не буду говорить, этих видов спорта, которые меняют тело, и после того допинга, которого полностью тело меняется и уже не приходит в свои рамки, этот допинг ужасен. Он портит организм безвозвратно. Плюс, в основном, допинг употребляют молодые люди, которые не понимают, что нужно жить дальше, и сначала становятся сильными, а потом становятся инвалидами. Это очень плохо. Но есть и другой аспект по поводу нагрузок. Дошли до абсурда тем образом, что убрали те препараты, которые для сердца, те, которые очень важны. Ну ладно, не будем касаться других препаратов, возьмем хотя бы сердце. Те препараты, которые для сердца, я считаю, что это преступление убрать их, потому что они, я считаю, не дают абсолютную силу телу, мышцам тела, они защищают сердце. Я считаю, что те препараты, которые для сердца, их нельзя было трогать, потому что некие вспомогатели, которые сердцу помогают преодолеть серьезную нагрузку, я считаю, они нужны. Потому что, на мой взгляд, если, ну не дай бог, конечно, я думаю, что пока пару человек не умрет на тренировке от этой нагрузки, без тех препаратов, которые для сердца нужны, я думаю, что никто не подымет вопрос о возвращении некоторых препаратов обратно. Потому что тяжелая атлетика, на мой взгляд, страшный вид спорта, от которого, от перенагрузки может остановиться сердце или лопнуть. Так что, считаю, препараты от сердца нужно вернуть, чтобы сердце, чтобы люди не перегружались и не становились инвалидами, или не дай бог умирали на тренировках. Все остальное я согласен, но сердце нельзя трогать, потому что те препараты, которые от сердца, они не дают в силу для тела. Так что здесь они не правы. А по поводу борьбы, я считаю, что, конечно, допинг навряд ли пропадет, потому что все равно, и это не касается тяжелой атлетики, все равно люди будут искать новые методики, новые препараты. Новые препараты всегда появляются, и новые будут препараты появляться, новые появляются, старые запрещают. Допинг будет всегда во всех видах спорта, абсолютно во всех видах спорта. Но, конечно, допинг – это нечестно, потому что, ну и все-таки, и те люди, которые употребляют допинг, они рано или поздно все равно попадаются и лишаются медали. И лишают возможность честным спортсменам во время соревнований войти на пьедестал и поставить, и послушать, и дать послушать другим странам свой гимн. Вот это, конечно, некрасиво. Но обидно, досадно, ну ладно, что сделаешь? Ну, я выступаю против допинга и считаю, что это нечестно. Но, в принципе, допускаю использование допинга в лечении, потому что спортсмены в итоге получают часто такие травмы, которые только лечатся допингом. Но это чисто в медицинских целях. Это мое мнение. Я не считаю, что именно мое мнение правильное. Это мое мнение. И хотите – слушайте, и хотите – не слушайте. Как-то так. Все. Следующий вопрос меня порадовал и не порадовал. То, что меня порадовало – это у вас прекрасная техника. Спасибо большое. Вот. Похоже на смесь русской и китайской техники. Вы ее разрабатывали сами. Что вы думаете по поводу китайской техники? И многие европейцы хотят перейти на китайскую технику. Я считаю, что, конечно, в свое время и... И китайская техника, и русская техника. Было такое понятие. Но сейчас тяжелая атлетика вышла на тот уровень, когда люди, спортсмены могут решать, какой методикой или какой систему используясь во время тренировки. По поводу моей системы. Ничего не хочу говорить про русскую, про китайскую технику. Я выбрал для себя нужное упражнение. Как бы... Я знаю, что такое советская школа тяжелой атлетики. Я как бы изучил ее. В свое время я общался с тренером олимпийского чемпиона Тараненки. Вот. Он мне и показывал... У меня были абсолютно все планы Тараненки. Я знаю, как он готовился. Я изучал этот момент. Я знаю, у нас есть в Беларуси еще такой олимпийский, двукратный олимпийский чемпион, как Курлович. Тоже я и его планы изучал. И в принципе, я в итоге понял, что некоторые упражнения нужны спортсмену. Некоторые упражнения не нужны. Все нужно подбирать под спортсмена. Нас 6 миллиардов человек на земле. И у всех абсолютно разные тела. Мы все похожи, но абсолютно разные. Каждому нужно подбирать свое упражнение. Если кому-то идет одно упражнение, второму не идет. Так что я подобрал себя... Я вообще выбрал в своей методике лишь те упражнения, которые не вредят. Чисто все тяжелоатлетические. Все. Вот если там одни толчковые упражнения, это подводка к рывку и толчку. И одни рывковые упражнения, подводка к рывку. Короче, я делаю только упражнения, которые подводят сильным делом. Рывок или толчок. Вот. Что касается всего остального, то я свою методику, наверное, да, разработал сам. Я убрал плохие упражнения и добавил... Ну, все взял хорошие. Что хочу сказать про те упражнения, которые нужно делать и не нужно. Все остальные упражнения, которые я не включил, тем более у меня есть видео, три видео, где я рассказываю о рывковых упражнениях, о толчковых и о силовых, и о общей физической подготовке. Я в них, корректирующую технику, в них нету. Просто есть некоторые упражнения, которые меняют технику в лучшую сторону или в худшую сторону. Самое главное, научиться подбирать правильно упражнения, потому что многим упражнения не идут. Вот, например, многие делают разнообразные упражнения, которые получают плохой эффект. Короче, я разработал новую схему, где я использую те упражнения, подбираю индивидуально те упражнения к спортсменам, которые идут лично каждому. И убираю те упражнения, которые им мешают поднимать. Я считаю, что вот самое главное во всех методиках подобрать каждому спортсмену те упражнения, которые ему нужны, или для техники, или для силы, и убрать те, которые не нужны, которые мешают правильной технике и дают неправильную силу, которая портит так же самотехнику. Так что примерно так. А для меня понятие русская и китайская техника, оно сейчас настолько размывчатое, короче, не существует для меня понятия русской и китайской техники. Потому что в разное время были и у, получается, какой тренер, вот такая и техника. Если у китайцев были разные тренера, у каждого тренера своя методика, и кто-то что-то добавлял, что-то убирал. И сформировалась у каждого разная техника. То же самое и в Советском Союзе. Что тренера были разные, все время менялась методика, что-то убралось, что-то убиралось. Потому что я считаю, что неправильно говорить. Китайская техника нужно подбирать индивидуально. Конкретно Андрея Рянов, техника для Андрея Рянова. Если техника для Пупкина Александра Алексеевича, то техника для Пупкина Александра Алексеевича. Для его он их рук, ног, спины. Вот так вот. Ну, в итоге все. Извините, что была какая-то тавтология. Я часто употребляю по-разному много разных слов. Может, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Я человек простой. Я общаюсь как я умею. Я стараюсь объяснить, донести свою мысль. Если у меня это получается не очень профессионально, я, конечно, прошу прощения, кому это не нравится. Но мне, в принципе, все равно. Но кому-то нравится, кому-то не нравится. Я, конечно, извиняюсь, кому не нравится. Но самое главное, мне кажется, та информация, которую я доношу. И считаю, что она не самая плохая. Но я не хвалюсь, что она самая идеальная. Но я думаю, моя система настолько гибкая, что если я доказываю или мне доказывают, что где-то у меня есть какие-то ошибки, я обязательно перестраиваю всю систему тренировок. И я готов постоянно на диалог. Я готов для того, чтобы менять постоянно, меняться, учиться, саморазвиваться. Так что как-то так. Ну, на этом, можно сказать, или мое интервью, или ответы на вопросы подошли к концу. Большой привет Стивену Павлу. Большой привет вам. Вопросы были, на самом деле, очень интересными. Если бы они не были интересными, я бы не отвечал на них. Вот. Я передаю привет всем американским любителям тяжелой атлетики, всем людям, которые переживают и болеют за меня, как за спортсмена, за олимпийского чемпиона и за просто хорошего человека. Американцам привет. Дай бог вам легкой штанги, правильной техники и мудрости во всех начинаниях жизнедеятельности вашей. Как мне сказал один сумасшедший человек, работайте над собой и окружающей себя действительностью. Всем спасибо. До свидания. Привет всем русскоговорящим, всем зрителям, кто меня знает. Дай бог вам здоровья, счастья. Увидимся. Задавайте вопросы. Чем лучше вопросы, тем лучше ответы. Все. Всего доброго. Дай бог вам здоровья и счастья.